Приветствую вас! Вот вы спрашиваете, что вам делать? А что делать с чем? Что делать, чтобы что? Знаете, мужчину своего вы не вернете, если он этого не захочет. А любить себя вы его не заставите, потому что нельзя любить через силу. Вы можете либо принять его решение, принять его выбор, если вы его любите, и хотите, чтобы он был счастлив. Либо для себя выяснить, почему вы страдаете. Это же вы страдаете. С этой точки зрения, это ваша проблема. А вот вы страдаете. Ну, если вы его любите, то, я же это повторяю, вы хотите быть счастливым. Если вы хотите быть счастливым, то вы не загадали бы, потому что вы видите, что ему хорошо, что он спокоен, что он знает, что он хочет и так далее. Вы страдаете. Значит, вы теряете что-то для себя. Вот. Вы теряете что-то для себя. И вопрос в том, что именно, и как это получить. Ладно, по-настоятельному. Да? Стридяюсь. Значит. Ну, вы встречали два года, он мне через полтора раз делает предложение. Родители были за. Интересно, что вы упомянули родителей. Такое впечатление, что вам важно их мнение в этом контексте. И дальше мужчина принял решение стать. Компиратникам, да, это разлуком минимум на 5 лет. Ну, смотрите. Как бы перед человеком открылись несколько иные перспективы. То есть, он решил как бы зарабатывать, он решил двигаться по карьерной лестнице. Да, он решил развиваться. И понял, что рано ему еще жениться. Ну, это опять же, понимаете, это его выбор, это его взгляд, это его желание. Тот, кто принял это решение без вас, да. Это плохо. Принимать это решение без вас, он не имел права. Ну, уже принял, и как бы о чем теперь говорить. Если решение принял, значит, вы ему были не так уж и нужны. Получается. И раз так, то он нацелет только смириться в соответствии с его решением. Далее. Почему мужчина сейчас на данный момент с вами не общается? потому что он понял, что вы, ну, бесперспективны для него на данный момент. И он не общается с нами именно потому, что не хочет травить себе душу. Не хочет вам, возможно, травить душу, привязывать вас к себе и так далее. Вот. С другой стороны, с другой стороны, мужчина говорит о том, что он не знает. И вот это вот немного плохо, конечно, плохо, что он говорит, что не знает. Потому что он мог бы сказать честно вам о том, что его хочет. Потому что это было бы справедливо. Но он этого не сказал. Он этого не сказал. И здесь, конечно, возникают такие, на мой взгляд, вопросы, как, например, об ответственности. То есть, насколько мужчина ответственен за свои слова, за свои действия, насколько мужчина вообще понимает вас, насколько он понимает, насколько, ну, насколько он понимает важность для вас, ну, свою, например, свою, например, важность, важность отношений и так далее. то есть, на мой взгляд, вот здесь, конечно, мужчина от ответственности уходит. И это не хорошо. это не хорошо именно для вас. И я не думаю, что он только сейчас так себя ведет. если честно, то я думаю, что он вел себя так раньше. Тоже он вел себя так раньше. Просто, возможно, вы не замечали этого, просто, возможно, вы как-то предпочитали закрывать на это глаза, например. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, он себя так повел. И, соответственно, вы себя спросите, вам нужен мужчина такой, который вот принимает решение без вас, да, с одной стороны. И с другой стороны, который не готов нормально, адекватно вообще признать, что вот он, ну, что он сделал то, что он хотел сделать, да, он этого не признает. И вопрос здесь только о том, почему. Либо он делал вам предложение, например, только по той причине, что нужно было, и он долг выполнял свой, ну, по его мнению, долг. Вот. либо, 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 либо вы мужчине не были дороги. Потому что, извините, но контрактник, мужчина контрактник, да, это в общем-то знаете, довольно серьезно. вот, это не просто так вот вялый стал контрактником, знаете, то есть, это именно вот у человека была, видимо, какая-то склонность к этому, то есть, какая-то черта характера его к этому привела. и вопрос заключается в том, знали ли вы об этой же черте характера или нет. Понимаете, в какой момент? Ведь, если, например, вы знали, но закрывали глаза, то все, что сейчас происходит, это нормально, это логично. Вот. Но это но у меня есть такое ощущение, что мужчина воспринимал брак с вами, знаете, как вот, как-то вот, может быть, несерьезно, как-то вот, знаете, у меня такое ощущение возникло. Несерьезно. А почему несерьезно? Это уже вопрос такой. Вполне возможно, что вы все планировали слишком. То есть, вы планировали все сами, а то как бы вместе. А в действительности мужчины там были какие-то свои желания, да, и он не чувствовал, что его желания, они реализуются именно вот с вами. А тут вдруг появилось возможно сделать то, что он хотел, например, всегда сам, допустим. Вот тоже вот такой довольно важный момент, если говорить о том, что произошло, и что вам делать. Вот, сейчас не трогайте его, постарайтесь дать ему время, немножко, постарайтесь не давить на него, потому что этим вы только лишь отдаляете его от себя, вот, старайтесь значит не делать этого, этого, не нужно этого делать, вот, и подвольте мужчине, подвольте мужчине быть тем, кто он есть, соответственно если если вы страдаете, то еще раз повторю, это важная проблема, вы не готовы человека отпустить, вы не готовы принять его выбор, вы не готовы пожелать ему счастья, и соответственно для этого, ну вот, для такого отношения есть причины, понимаете, есть причины, и вот эти причины вам нужно увидеть, чтобы не страдать, потому что люди, они принимают решения, подчас решения они принимают странные, подчас решения они принимают совершенно не такие, какие от них ожидаешь, но это их решение, и нужно эти решения принять. все, желаю вам удачи, я желаю вам лучшего понимания себя, вот, если у вас остались вопросы, дополнительно пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго, я желаю вам принятия мужчины, и как следует подумайте, если он не страдает, да, во-первых, должен ли страдать, с учетом того, что принял решение такое, и во-вторых, если он не страдает, то все это значит именно для вас, понимаете ли вы, что страдая сами, вы по сути бежите за призраком, то есть за образом человека, а не за самим человеком, за миражом, сами за собой вы бежите, всего доброго.